Эти кадры из Лондона отсылают нас к началу прошлого века, когда английские суфражистки боролись за равноправие женщин. Тогда им тоже доставалось от полиции. Но вряд ли они мечтали о том, что спустя столетия лондонские полицейские будут также беспощадно выкручивать женские руки и бросать задержанных на землю. Акция была мирной, но не санкционированной из-за коронавируса. Тем не менее, ее участники, в основном женщины, собрались здесь, чтобы почтить память 33-летней Сары Эверард, которая была похищена и убита. Последний раз ее видели неподалеку от этого места. На прошлой неделе тело женщины обнаружили в лесу графства Кент. В похищении и убийстве молодой женщины обвиняют 48-летнего полицейского Уэйна Казанса, констебля элитного подразделения Скотланд-Ярда по охране дипмиссий и правительственных зданий. Казанса считали счастливым отцом двоих детей. С женой-украинкой он познакомился по интернету. Лондонцы шокированы тем, что сотрудник полиции мог оказаться убийцей. Получается, что у нас нет никакой защиты. Непонятно, кому верить. Не знаешь, чего ждать от мужчины, даже если он в форме полицейского. Предполагается, что свою жертву полицейский похитил, возвращаясь с дежурства у здания посольства США. Под каким-то предлогом он завлек женщину в свою машину. Не исключено, что использовал служебное удостоверение. Но это не единственное скандальное обстоятельство совершенного преступления. Выяснилось, что за три дня до похищения на Казанса были поданы две жалобы Скотланд-Ярд. Его обвинили в эксгибиционизме. Он публично обнажился в одном из лондонских Макдональдсов. Несмотря на это, полицейский продолжал спокойно нести службу с оружием в руках, охраняя американских дипломатов. Но и это не всё. Уже находясь под арестом, в камере, под круглосуточным наблюдением, Казанс каким-то образом ухитрился нанести себе травму головы. По всем этим эпизодам в Скотланд-Ярде возбуждено сразу пять расследований. Теперь к ним добавилось ещё одно о действиях полицейских по разгону мирного митинга. Мэр Лондона Садик Хан уже отчитал главу Скотланд-Ярда Крисси Дудик. Прессе заговорили о её возможной отставке. Но глава лондонской полиции призывает дождаться результатов независимого расследования. Учитывая тот факт, что мы всё ещё находимся в пандемии, незаконные собрания являются незаконными собраниями. Офицеры должны принимать меры, если люди подвергают себя серьёзному риску. Я спокойно отношусь к факту расследования действий полиции. Фотографии, придавленные полицейскими Пэтси Стивенс, облетели весь мир. Девушка сегодня призвала к новым акциям протеста. Во мне меньше 160 сантиметров роста и вешу я немного, но задерживали меня несколько офицеров. Хотя я ничего не делала, просто стояла там. К разбирательству подключился премьер-министр Джонсон. Он созвал по этому поводу экстренное совещание в правительстве. Недовольство действиями сотрудников полиции выразила министр внутренних дел Прити Паттелл. За несколько часов до того, как полицейские начали применять силу в отношении беззащитных женщин, мемориал посетила супруга принца Уильяма Кейт Миддлдон. Королевская семья сейчас предпринимает большие усилия, чтобы сгладить скандал из-за недавнего интервью принца Гарри и его супруги Мэган. История с похищением Сары Эверер действительно переключила внимание британской прессы. Но теперь уже свою репутацию вынужден спасать Скотланд Яр. Один из сотрудников лондонской полиции обвинён в похищении и убийстве. Ещё нескольких могут наказать за превышение полномочий при разгоне митинга.